А я позволю себе, да, немножечко повещать сегодня, у нас неожиданно слово предоставляется мне, меня зовут Христина, но это вообще не важно, как меня зовут, моя задача немножечко запустить процесс и в надежде, что дальше он будет идти несколько более организованно, структурировано и эффективно, нежели у нас шел процесс по лексическому разбору гимна 108 имен Шивы. Значит, на разбор 108 имен Шивы у нас ушло более полутора лет, если я не ошибаюсь, да? Да. 108 имен, полтора года, имен Вишну тысяча. Даже если выкинуть повторяющиеся, остается 930, то есть когда седина троит меня полностью, мы дойдем на середину. То есть если мы пойдем по тому же сценарию, по какому мы шли с именами Шивы, то, скорее всего, до финиша, ну, можно даже просто физически не дожить. И я надеюсь, что мы постараемся все-таки учесть, скажем, опыт прошлого заплыва, да, и как-то оптимизировать процесс. Я для начала озвучу, с какими сложностями мы столкнулись в течение прошлого, значит, цикла, связанного с именами Шивы. Во-первых, не было у нас однозначной инструкции, касавшейся организационных и методических аспектов проведения курса. Из-за этого, поскольку людям свойственно приходить, уходить, да, одни появляются, другие покидают курс, третий вроде существует, но неизвестно где и появляется раз в вечность. Каждый раз при появлении новых участников группы одно занятие уходило на то, чтобы рассказать им о том, как вообще проводится лексический разбор и куда мы лазим, какие источники для того, чтобы добыть информацию. О распределении функций между участниками группы речи вообще никакой не шло. Нет, нет, шло. Изначально, Кристина, шло. Шло, но этого не было по факту. Фактически эта система не работает. Мы и здесь не знаем, что будет по факту. Сейчас у нас будет гипотетически, теоретически, красиво, предположительно. А здесь вносят свои поправки. Да, короче говоря, основная проблема заключалась в том, что участники все время менялись и не было единого источника, куда можно было заглянуть и понять, что нужно делать. Куча времени тратилась на повторение одного и того же, на инструктаж фактически. Функции не были распределены, процесс проистекал стихийно. Это было классно. Мы получали море удовольствия от общения. Они были распределены, просто люди, имеющие определенные функции, имели склонность не приходить. В общем, по факту, по факту, мы, конечно, попытаемся с разных сторон сейчас сделать иначе. В частности, последнюю неделю Анатолий нарезал этимологии, чтобы на них уходило меньше времени. Но просто то, что ты хочешь, Рестина, я изначально, у нас было 30 человек в Шиве, 30 человек. И я их гипотетически разбил на группы по 5 человек. Но по факту это ничего не сработало. Потому что через несколько месяцев от двух групп около 15 человек, ну, в общем, осталось столько, сколько осталось. Поэтому надо бы придумать какую-нибудь модель, которая самовосстанавливается, когда ей наносят рану. Так вот, для того, чтобы решить эти проблемы, мы вносим следующие предложения. Они будут касаться, во-первых, организационных аспектов работы, во-вторых, методических аспектов. Что касается организационных аспектов. Любой группе нужен предводитель. Кроме Марта Юрьевича, который идол, должен быть еще действующий предводитель в лице старосты. Вменяемый. Соответственно, пока у нас вменяемого старосты нет. Нету. И даже нету кандидатуры пока, потому что нету. То есть нужен человек, который готов взять на себя ответственность за то, чтобы контролировать процессы, происходящие на курсе. В части, касающиеся орг-вопросов. То есть за содержательную часть отвечает Мартис Юрьевич, ну, и частично за организационную. За организацию внутри группы будет отвечать староста. Что войдет в его функции, я тоже сейчас озвучу, какие предложения на этот счет. Значит, первое – это староста. Второе – это рабочие группы или рабочие лошадки. Этих рабочих групп или единиц должно быть семь в идеале. Почему семь? Потому что у нас есть семь категорий источников, с которыми предстоит работать для того, чтобы собирать информацию. Оля, привет! Значит, повторюсь, мы сейчас обсуждаем идеальную модель. Мы потом подумаем, как ее адаптировать под то фактическое количество и качество людей, которые наберется для реализации этих задач. Итак, староста и рабочие группы по каждой категории источников. Значит, что касается рабочих групп, возможно, они будут представлены одним человеком. Возможно, один человек будет отвечать за несколько категорий, если совсем все будет туго. Значит, каждая рабочая группа будет получать на дом домашнее задание. Собирать информацию по, предположительно, пяти именам вишну в источниках из своей категории. Сохранять собранное либо просто в док, либо в идеале в Google док, чтобы это в каком-то виртуальном виде тоже существовало. И быть готовым по своему направлению на предстоящем занятии рассказать, что удалось найти. Можно в обобщенном виде. По моим прикидам, предположениям на подготовку домашки, если не сильно очень заморачиваться, да, но все-таки выполнить поставленную задачу, может уходить около часа. Около часа, так предположительно и получается, с учетом того, что по факту на одно имя у нас уходил час времени. Соответственно, два часа, два имени. Это как бы вот программа минимум, месяц этого мы не разбирали. Вот. Но в данном случае, то есть в прошлом опыте нашем, да, где именно Шивы, никто ничего не готовил заранее. Поэтому все сидели на занятии, рылись хаотично в этих источниках там, как могли, накидывали это в чат, это озвучивалось Матси с Юрьевичем. Люди перебивали друг друга, все ржали. Ну, в общем, было здорово, структуры не было. Несколько люди будут заранее. Это была маленькая задача, а теперь задача, которая, если ее грамотно не выстроить, затянется на 15 лет. Да, нерешаемая. Короче говоря, если делать домашку, то есть потратить час своего времени и пять слов посмотреть в пяти местах, условно говоря, да, для каждой категории, анализы там в среднем три-шесть источников, куда нужно залезть. Собрать это в одну, в один документ и рассказать об этом на занятии, не тратя время на поиски на занятии, вот, то процесс должен пойти быстрее. Ну да, то есть искать так, как искать. Конечно, мы что-то все равно будем еще выискивать, но искать основу и пройти имена вишну до того, как мы все помрем, невозможно. Поэтому надо, значит, будет начинать делать иначе, да, поэтому час, реально, да, надо закладывать где-то час на подготовку. То есть это не лекции, у нас нету лектора, ну, я вообще ни разу не лектор, вот. У нас семинар, а семинар означает, что мы, как бы, каждый берет, я сделаю то, что вы не можете, Анатолий делает вообще страшные вещи. Каждый что-то делает. Нет такого, что вот вольнослушатель случайно раз в месяц заглянул, и без него все дальше пойдет. Нифига! Мы шиву еле вытянули, еле-еле, потому что шива маленький, а здесь, здесь так не прокатит. Ладно, я продолжаю, Марс Юрьевич. Да, конечно. Да. Значит, это то, что касается вопросов организационных. Значит, еще раз повторяю, нужен староста, который будет следить за тем, чтобы каждое направление кем-то было охвачено. Собирать информацию, кто приходит на занятия, вот, и страховать те направления, которые не охвачены никем. Если человек не может прийти на занятие, это не значит, что он не может сделать домашку и в документ, да, скинуть соответствующую найденную информацию. Во-вторых, это рабочие группы или лица, которые отвечают за каждую категорию источников. Далее, это было организационное направление, прометодическое направление. Для того, чтобы не повторяться каждый раз, когда появляется новый человек, мы с Анатолием создали волшебную таблицу источников, сортированных по категориям. Для каждой категории представлен ряд источников, ссылка на скачивание или на сайт, где этот источник находится, и краткая инструкция, как этим пользоваться. Анатолий, под барабанную дробь я попрошу вас скинуть эту табличку в чат. Мы просим встать к стенке, и мы их расстреляем. Да, Галина, что вы говорите? Барабанная дробь, наверное. Да, я могу ее организовать. Так, откройте, пожалуйста, таблицу и посмотрите на это чудо. Чудо техники. В таблицу, возможно, будут еще внесены кое-какие усовершенствования, но общий вид ее от этого не изменится. Значит, как вы видите, таблица включает в себя три колонки. Первая называется название источника, вторая – где его найти, и третья – как им пользоваться. У всех удалось скачать? Да, да. Да, прекрасно. Значит, все источники, так же, как вы видите, объединены в группы. Первая группа – это источники по Вишну. Вторая – этимологические источники. Третья – санскритско-русские словари. Третья – санскритско-английские словари. Четвертая – книги по мифологической и философской тематике. Это была четвертая. Пятая – веды. Это я сбилась, да? Надо будет пронумеровать. Надо будет пронумеровать. Там очередно 7 изначений. Я предлагаю другую последовательность. Сейчас я попозже вам скажу свою мысль. Значит, ладно. Повишну раз – этимология, два – санскритско-русские, три. Пять, все правильно. Пять книги по философской. Книги по мифологии. Шесть веды, да. Шесть. Вот. Да. И грамматические источники – семь. Семь групп источников. Разумеется, может оказаться, что вы не успеете там полазить по всем источникам. Может оказаться, что в каком-то источнике нет ответа на поставленный вопрос. Главное, что это вот некая удобная табличка, в которой есть необходимый минимум, с которым можно работать. В графе «Где найти?» есть ссылка. То есть, по-хорошему, всем участникам нужно сразу же скачать все, что можно скачать, установить все, что можно установить, и заготовить себе закладки в браузере всего, что может быть. Видимо, надо сделать тогда, Анатолий, что-нибудь, это единый какой-то архив, грубо говоря, скачать все, чтобы не собирать это, наверное, да? Да, это было бы прекрасно. Вот в WinRari, да, единым архивом. А, да, хорошо. Можно, да, можно сделать так. Но таблица чем хороша? Тем, что если что-то даже во Вселенной изменится, вот пришел новый человек, да, мы понимаем, что у нас направление там санскритско-русских словарей, какой-то, ну ладно, это маловероятно, что оно не будет охвачено, да, мифология, допустим, у нас страдает, там полтора человека, в лучшем случае. Мы новенького добавляем в эту группу. Он сразу же открывает таблицу, скачивает себе только то, что ему нужно для начала, да, и уже может сразу с этим работать. Конечно, в идеале нужно иметь каждому всю папку, поскольку имен много и скучно все время работать будет только с какой-то одной категорией. Я предлагаю, чтобы вы каждые там сто имен, условно говоря, менялись, да, но это нужно делать, когда уже процесс более-менее устаканчивается. Я думаю, что каждые сто имен мы будем видеть новые лица, мы будем хоронить старых бойцов и будем набирать новых. Каждые пять лет будем собирать заново. Ну, смотрите, Вишна... Марцис Юрьевич, опять оптимистически, как всегда, говорит. Вишна – это все-таки поддерживающая сила. Вишна любит являющая сила. Так что, ребята, как-то... Да, Вишна сохраняет мир. Так, кого-то выбросила. Олечку выбросила, да. Так, значит, что еще можно сказать? Получается, что... Короче, с этим достаточно удобно работать. Если вы для себя определяетесь и ставите в известность старосту, что вы отвечаете за источники по Вишну, вы берете и к следующему занятию, допустим, ищете слово Вишну во всех этих источниках. Кто-то отвечает за этимологию и ищет в словарях этимологических слово Вишну, если найдет. Марцис Юрьевич, у меня есть еще предложение, оно сейчас мне в голову пришло. Нам нужны категории не только пронумеровать, но еще и логику их последовательности задать. Конечно, конечно. Это взаимосвязанные вещи. То есть я думаю, что начинать нужно с грамматики, а потом с этимологии, а дальше уже есть свободные некоторые. Ну ладно, про это потом подумаем и зададим сразу же. Конечно, есть, потому что, ну конечно, этимология, наверное, превыше всего, собственно, она и стоит превыше всего. Чтобы начать гуглить корень, например, нам нужно понять, где тут корень, поэтому грамматику... Чтобы начать гуглить корень, нам вообще по-хорошему, конечно, нужны разные списки корней, но это отдельно. Это у нас есть в источниках по грамматике, Марцис Юрьевич. У нас не все есть, увы, чего нам надо, но это отдельная тема. Если у нас будет три бойца, то мы все равно сейчас не начнем. То есть смысл в том, что сейчас для того, чтобы красивая картина, которую описывает Кристина, начала воплощаться, нам нужно некоторые материалы еще довести до товарного вида. У нас не все так красиво, как выглядит в этой таблице. В частности, основной наш источник, значит, собственно, сама Вишна Сахасранама с комментарием Шанкары требует того, чтобы мы сперва глазками по файлу, видимо, всему файлу прошлись. То есть нужен человек, который любит ворд, который определенное количество времени готов уделить предварительной, изначальной, не домашке, а именно предварительной подготовке. То есть мы сейчас, сегодня не начинаем разбор имен Вишну. И мы через неделю не начнем разбор имен. Но для того, чтобы он начался еще в этом столетии, надо приложить определенные усилия. Ну, в частности, вот, собственно, первый, наверное, среди таких файлов, которые мы только вместе можем собрать, это как раз, значит, на 300 страницах вордовский файл, который, я надеюсь, будет нашей основой. Такой классной основы в именах Шивы у нас не было. Но здесь есть определенные сложности, проблемы. Но все решаемо было бы желанием. То есть, если есть желание, вот есть файл, который, я считаю, вместе надо попричесать, и тогда будет крепкая основа. Вот именно так. Мартин Юрьевич, как вы предлагаете этот процесс организовать? Давайте-ка чуть-чуть. Я предлагаю понять, в октябре, есть ли у вас желание и возможность начать вот эту подготовку. То, как бы, мы просто прыгнув в вишну, его не сделаем. Нам надо готовиться. И вот в октябре есть у вас реальная возможность какое-то количество времени в день, в неделю, вот, собственно, начинать, вот в это все вникать? Потому что ни Галина, ни Ольга пока не знают, например, много того, чего просто элементарно надо. Не идет вообще про какие-то надстройки, вот, а просто простые какие-то вещи, просто потому что они недавно появились на горизонте. Мартин Юрьевич, что конкретно нужно делать в вордочеке еще раз? Нужно, я говорю, есть вордовский файл, который нужно привести в чувство. Это уже более... Это не конкретно. Что такое... То есть для начала просто почитать. Для начала просто почитать, чтобы понимали, что вообще происходит. И какие-то мутные места отмечать. Да, непонятные места отмечать. То есть как бы это такая предварительная читка, начинается начитка, разметка вордовского файла. Ни одно из этих слов у вас не должно ничего вызывать, никакие ассоциации. Что такое разметка, знаю я, знает Анатолий, больше, наверное, пожалуй, даже Христина не знает. А здесь эта штука будет нужна. То есть у нас есть текст, но он не структурирован с точки зрения разных блоков информации. И это как раз во время читки можно сделать. В общем, надо начать читать имена вишни. Чтобы понять. Понятно, непонятно. Блоками, не блоками. В общем, я напишу в видео, запишу отдельную инструкцию. Вопрос в том, готовы ли вы, в частности Ольга, одна и другая, и Галина, начинать читать. То есть вишну не начинается сегодня. Но он не начнется, если мы не начнем. И я не готов 15 лет своей жизни отдавать разбору этого гимна. Поэтому нам придется найти какое-то совместное решение. Вот я предлагаю начать с того, что вы начинаете читать, собственно, сам 300-страничный список вишну, имен вишну с русским переводом. И мы начинаем высвечивать проблемные места. А их там должно быть много. Можно вопрос, Марс Юрьевич? А обязательно сразу вычитывать все 300? Может быть, можно идти поступенно как-то? С чего это надо начинать? Ну вот 10, вот к следующему четвергу. Скачать таблицы, скачать источники, скачать ворда степан. Сейчас мы не начнем. Потому что, например, это не единственная подготовительная работа, которая нужна. Поэтому я спрашиваю принципиально. Я не могу сейчас перечислить все, потому что на самом деле всего много. Я предварительно спрашиваю, в октябре, в ноябре есть у вас желание, возможность начинать готовиться? Это не будет бухты-барахты, 10 скачал, 10 побежал. Нет. Я хочу тут немного вдохновить всех. Вы представляете себе? У нас есть файл перевода на русский язык, тысячи имен Вишну, объяснение, то есть Пхашья, Шришан, Карачарий. То есть в именах Шивы у нас такого не было. В именах Шивы у нас был Олег, который мог посмотреть английский вариант и все это нам перевести. А здесь уже есть русский. И он еще не издан. И у нас есть возможность, он будет издаваться, но у нас есть возможность поучаствовать и почитать. А может, у вас? Извините, я перебила, я попозже. Нет, я просто перебила Анатолия, извините, пожалуйста. Анатолия, сложно перебить, если он захочет сказать, его невозможно будет перебить. Говорите, Игорь Негода. Я хотела уточнить. Вот сейчас задача стоит в структурировании вот этого попыток погрузиться в океан, упоминания Вишну из всех возможных источников. То есть дается задача каждому, ну, можно согласовывать, кто хочет. Или есть какой-то критерий сначала, допустим, только Вишну Пурана или тот источник, о котором вы сказали. Ну, скажем так, вот в случае, например, Галина Вас и Ольги Коноваловой, вам сперва придется определенные технические навыки освоить, которые, например, вот уже другая Ольга, например, которыми она владеет, ну, не хуже меня. Поэтому, собственно, как бы сперва мы просто, как бы, тут разные уровни, понимаете? Нет, просто мы готовы быть попугаями, потому что в любом случае мы попугай. Да, поэтому вопрос в том, насколько вы уже готовы быть попугаями, вот. То есть понимаете ли вы, что у нас не лекции, да, что это не то, что вот кто-то что-то, а-а. Тут такой объем информации, что даже если у нас будет 20 человек, мы еле-еле будем справляться с тем количеством, куда еще надо посмотреть. Потому что Шанкара прекрасен, но он везде дает отсылки. Эти отсылки надо поднимать, эти Упанишады надо открывать, да, чтобы углубиться здесь, нам придется привести в порядок Упанишады. Это 1600 страниц. Нам много что придется... Все Упанишады, все Упанишады. Все Упанишады. Мартис Юрьевич, вам не кажется, что, ну, нужно иногда выбирать, получается? Либо вы идете сильно вглубь, либо вы хотите дойти до конца живым. Живым? Я не уверен, что мы дойдем. Я лишь надеюсь, что это займет меньше 15 лет. Прикольно, добрый путь. Можно быть спокойными. По крайней мере, есть главная глобальная цель, и можно обо всем другом вообще не беспокоиться. Потому что есть, как бы, такая одна, опять же, сверхзадача. Но Анатолий сможет решить его небыстро. Если он за год к ней приблизится, это будет очень хорошо. У нас есть разные электронные словари, да. Помимо бумажных книг, которые я издал, на основе частично этих бумажных книг, Анатолий подготовил разные электронные словари. Но они как бы существуют, каждый из них отдельно. Ввиду того, что мною начата подготовка пятого тома Ромаяны, там нужно будет составлять комментарии. И, но это будет невозможно, если не будет такой сверхтаблицы, некой единой базы данных, куда будут сведены все слова, все словари. Это большая, долгая задача. Но в этой задаче есть разные подготовительные этапы. Поэтому я спрашиваю, понимаете ли вы, что хотя мы не начинаем разбор имен, это не значит, что вы не начинаете подготовку. Потому что те же Упанишады, это ну просто вот умереть и не встать. А без них мы не сможем. У нас сотни отсылок к Упанишадам. Мартин Сирич, а сформулируйте, пожалуйста, цель этого курса. Мне кажется, мы забыли кое-что сделать. Я хочу, чтобы для нас аномастика, то есть личные имена, это способ погрузиться в глубинные смыслы слов, которые частично отражены на уровне фонетики, то есть что с чем соединилось, морфологии, то есть на уровне корней и суффиксов. В частности, например, в отличие от Шивы, мы теперь располагаем полным сводным указателем санскритских суффиксов. Поэтому в каждом имени мы будем выискивать номер соответствующего суффикса. Я надеюсь, что я как-нибудь соберусь и все-таки пронумерую все корни. То есть у нас будет как бы вот номер такой-то соединился с таким-то. И значит, ну как бы будет еще больше всего. Мартин Сирич, а теперь можно предложение, которое звучит как цель, а не как заклинание? Значит. Я думаю, староста у нас уже есть. Нет, староста у нас лежит, как только вы поймете, что надо делать, она испарится. А я вообще собираюсь испариться через две минуты, мне пора. Через минуту, да. Значит, цель. Познать принцип Вишну через устройство его имен. Круто, Мартин Сирич, сегодня даже пальцем радкость, сестра-то вам. Меньше, чем слов, точнее, да. Больше, чем слов в этой цели. Здорово. Короче, для этого вы будете делать лексические разборы. Чтобы делать лексический разбор, нужно провести подготовительную работу. Правильно ли я поняла? Да, то есть, как бы, я хочу привлечь таких источников, которые мы тогда только спонтанно заглядывали, а сейчас я хочу их возвести в систему. И это офигенно большая работа, которая должна быть проделана. Мы только в начале этого пути. Но я просто брать и повторять шанкру я не хочу. Шанкра интересен. Но шанкра не все. Шанкра не знает о том, что языки имеют историю. И в этой истории много чего интересного спрятано. Вот. Ладно, Мартис Юрьевич и все присутствующие, я желаю вам успехов в этой авантюре. Надеюсь, вы достигнете цели, которые я озвучил. Хрис, а почему ты не присоединяешься к нам? Оль, я физически не могу все. Она у нас приходит в другую стадию существования. Она раздражается путем. У меня бюллер, уши и хватит мне пока что. Я не вывезу больше. Я, конечно, понимаю, что бюллер скоро забросит, но сколько она его выдержит, я надеюсь, что все-таки дольше, чем я предполагаю. А у меня тоже 17-я группа, уши и еще вот вишну. И я тоже не выдерживаю. Нет, было нормально. Было что, было уши, 108 имен и основной курс, это Кочергина. Было прикольно. Но у меня Новый годный в жизни, поэтому я не могу. Да, да, да. Обстоятельства личного характера, усложняющие. Счастье в личной жизни. Да. Ладно, все, пока-пока. Пока-пока. Да, счастливо. Пока-пока. Ну что, Анатолий, покажешь тогда, может быть, тот первый файл, с которого я и предлагаю начать наше знакомство, собственно, с вишну. Вот у меня единственная только гиперссылка из файла, почему-то не открывается. Или она открывается у меня в Safari, а мне это не нужно. Слышно, сахасрана. Видимо, надо будет сгенерировать. Нет, в этом перечне, получается, пока еще нету, да? Анатолий же, да? Мы же, получается, еще... Тут на английском языке. Анатолий, у тебя звук включен? Звук включен. Вот Владимира, да? Да, да, файл Владимира, да. Я вот сбросила ссылку на англоязычный источник. Да, это англоязычный источник. Там тоже, видимо, английский тоже перевод комментарий Шнкарачария. Надо будет посмотреть. Да, достаточно интересно. Ее нужно скопировать и вставить в браузер. Так она работает. Я не знаю, почему. У меня вот в файле написано по-русски ссылка. Прям вот слово ссылка. В любом случае надо будет что? Сложить это все в папку, чтобы можно было сразу скачать, заставлять даже 10 человек скачивать все подряд. Это не очень удобно, конечно. И она является гиперссылкой. Но вот когда на нее нажимаешь, она у меня... А, вот она в Safari открывается. Сейчас я ее попробую. Ой, просто надо будет сгенерировать PDF. Просто будем выдавать PDF. PDF будет нормально открываться. Ну, понятно. Word – это не та программа. Она не рассчитана на такую задачу. То есть вот у нас тот файл, о котором шла речь. Тот файл, с которого мы предлагаем начать знакомство. Но не совсем. Анатолий, я открыл штык старый файл. Ладно, хорошо. Да, не суть. Да, я открыл старый. Да. Вот, значит, у нас вот такой вот чудный файл. Но в нем не все так чудно. Есть определенная проблема. Для этого надо уметь работать с Word. Вот. Соответственно, это не для телефона. И не в пути. Это такая работа за ноутбуком или компьютером. Вот. Надо будет внимательно все это смотреть. То есть здесь не обязательно знать санскрит, чтобы понять, что здесь написано. Но базис какой-то определенный все же будет полезен. Я не говорю, что без него нельзя, но он будет полезен. Значит, структура здесь такая. Здесь есть предисловие. Получается, Деванагари, это идут сами шлоки на Деванагари. То есть это идут отрывки из самой Махабхараты. Ну, в смысле? То, что дано в Деванагари, это отрывок из Махабхараты. Это какая книга, Марсис Юрьевич? Сейчас не соврать. 12-я, да? Я путаюсь. В Махабхарате есть именно Вишну, да? В Махабхарате есть, собственно, вот этот гимн, это отрывок из Махабхараты. Так, тысяча имен Вишну, это отрывок из Махабхараты. Да. Когда Бхишма лежал на ложе и спрел, он сообщил Ютхишке. В Махабхире, тысяча имен Вишну. Получается, помимо вот текста, который на Деванагаре, то есть где даны сами имена, помимо этого, есть еще текст, который дан просто в латинской транслитерации плюс русский перевод. Это, собственно, комментарии Шанкары. Вот. Соответственно, здесь как бы несколько уровней. Визуально пока нам не удалось еще передать это, чтобы это было настолько наглядно. Но знаешь, о чем Анатолий сейчас задумался? Может быть, даже надо будет как-то сдвигать как-то в сторону, как-то, в общем, играться с вложенностью текста, чтобы это было очевиднее. Потому что сейчас, конечно, ощущение большой какой-то каши. Да, в принципе, наоборот, логика видна, что идет Деванагаре, идет комментарий. Увы, она не настолько четко выражена, как мне бы, например, хотелось этого. Вот. И с этим файлом, собственно, надо уже начинать вознакамливаться, потому что это будет наша основа. Да, тут как-то потеряна нумерация шлок, на самом деле. Да, наша задача начинать уже читать. Потому что мы не знаем, когда на самом деле соберется рабочая группа в таком объеме, чтобы, то есть, меньше десяти человек мы просто не начнем. Но даже этого, скорее всего, мало. Но чтобы это сделать, возможно, идет месяц, а то и два. То есть это не быстрый процесс будет. Но нам, нам надо к этому готовиться. Я к этому буду готовиться сам. Анатолий к этому готовится круглосуточно. А теперь пришло время вам начать готовиться. Мартис Юрьевич, а книжки подойдут, да, уже к этому времени? Я надеюсь. Потому что там... Потому что книжки будут нужны. Косович там и два учебника. Конечно, все будет нужно. Нам нужны разные источники. Часть электронная, часть бумажная. Нам много что нужно. Обратите внимание, там Косович есть в электронном виде. И Кнауэр есть в электронном виде. Ну, нет, Кнауэр есть бумажная. Нам надо сочетать преимущества электронные, но в каких-то местах электронные, электронные, а бумага, бумага. В общем, вот. Молодцы, тут в цвете все выделили. Синим, красным, черным. Это я сегодня там поигрался. У меня что-то вообще ничего нету. А, я английскую открыла. Там ссылка на Яндекс, да, открылась? Так, Яндекс, вот она. А я-то на экране только вижу. Я ничего не открывала. Так, нет, на Яндекс, наверное, может, у меня прав нету, она не открывается. А что мы открываем? Тысяча имен Вишну, вот это Шанкарачарья Владимира Корицкого. Давайте я кину чат, если пока не открывается. А кто-то из Украины тут есть? Не удается найти сервер интернета или прокси-сервер. Да, лучше кинуть, может быть. Кто-то из Украины есть? О, нету. Нету. Вроде у украинцев к Яндексу нету права. Вот тот же файл я кидаю в чат. Вишну 20, 21, вот этот, да? Да. Значит, файл файлами, опять же, хорошо, если у кого-то будут мифы народов в мире в бумаге, в двух томах. У нас есть букинист, он называется Алибру, и он там доступен. То есть нам много чего нужно. Арсен Юрьевич, тоже надо тогда скинуть ссылки, что нам нужно, чтобы мы потихонечку это тоже скачивали. Надо понять, у кого какие интересы, да, понимаете? Смотрите, с мифы народов мира тоже указаны в таблице источника. Да, значит, у нас есть файл, но я говорю, что у нас файлы файлами, книги книгами, это разные жанры. Их уже скачивать не надо, они есть. Скачано, да? Да. Да, есть даже выборка статей из мифов народов мира, которая содержит как бы... Абревиатуру древнеиндийские. Абревиатуры, да, древний ДРИНД, то есть относящиеся к древней Инд. Да, в формате HTML и тоже в вордовском формате. Ну, то есть для начала просто рекомендую изучить вот эту вот таблицу. И начинать задавать вопросы. Ну, общую ссылку на скачивание всего я дам. Да, но просто как бы если скачивать отсюда, то понятна структура. Если как бы всё одним архивом, то, ну, как бы немножко сложнее. Придётся с самим разбираться. Ну, хорошо, что есть и то, и другое. Да, да, да. Ну, можно как бы попроще начать с тем, у кого что-то уже есть. Ну, вот эти всякие словари, книжки, если... Ну, я про себя, например, у меня немного, но хотя бы там книжечек есть. Ну, в общем, я к чему. Надо начинать читать. Надо начинать готовиться. Я не знаю, сколько месяцев уйдёт на то, чтобы собраться и действительно начать. Но просто ждать мы не можем. Мы тогда никогда не начнём. Ну, я бы для начала предложил вот читать ту же Вишну Пурану. Ну, да, она маленькая, 88. И, собственно, ну, то есть как бы делать какие-то примечания в самом тексте. Выписки примечания. Собирать все свои там предложения, там замечания. То есть в виде примечаний можно собирать в отдельный файл. Ну, оставлять как примечания на полях. Да, и мы это всё сможем учесть, как бы, ну, когда книга будет подходить к изданию. Так, а издаётся... Да, ну, это же как бы один из самых лучших источников по именам Вишну. Да, это, собственно, то, чего мы хотели. Ну, как бы мы-то дополним его ещё, да, но вот здесь достаточно много сказано. То есть непосредственная задача – это подготовка книги к изданию и дополнение... Нет, нет, это побочное издание, но оно, не сказать, чтобы оно второстепенно, она просто побочная. Это не является самоцелью... Это будет побочная. Помимо того, что мы будем делать, мы будем создавать разные вещи, которые потом в том или ином виде появятся на свет. То есть я вас приглашаю к совместному творчеству. То есть тут нету главного. Тут есть очень большой объём работы, которые придётся делать вместе. Я физически даже за тысячу лет его не смогу сделать. Так, я детиск... Почему мне не скрывается, я не могу понять. Что там? Я чуть-чуть нажимаю на вот эту ссылку, но у меня ничего не открывается. Так скопирую её. Какую, какую? Нам же в чате брошено. Там гиперссылки нет самой ссылки, там просто слово «ссылка» как «гиперссылка». Просто она очень длинная, да. Там, смотри, иногда она не открывает прямо гиперссылку, нужно её скопировать и вставить в окошко брауди. Я не понимаю, почему так. Да, ну вот я показываю. Вот я встал, да. Вот я нажимаю на неё, смотри. Сейчас control. Анатолий, похоже, надо будет сделать не вордовский файл, а HTML файл, чтобы ссылки нормально работали. Попробую сейчас. С control нажимаю, да. Он говорит, не удаётся открыть я-ди, не удаётся найти сервер. А если я делаю скопировать гиперссылку и захожу в браузер... Ну, в общем, вармат, ворд, как хранитель ссылок, это плохая идея, понятно. Вот всё прекрасно открылось. А то есть браузер нужно, ссылку копировать и в браузер вставлять, да? Копировать, сейчас попробуем, да, вот так вот вставить. Ну, не, она скопировала слово ссылка. Не, ну, слово ссылка... Она никак не копирует её, как бы... Правая кнопка, да, правая кнопка копировать гиперссылку. Копировать слово ссылка не надо. Может, у меня просто ворд старый её не берёт, он у меня её... Анатолий, сделай им иначе. Даже если Ольга не понимает, сделай им иначе просто. Просто там иногда ссылки очень длинные. Проблема понятна. Ворд не дружит с ссылками, понятно. Это не проблема. Из того же ворда можно вставить HTML и всё, и готово. Мартис Юрьевич, я, наверное, уже немножечко пойду. Да, так мы, собственно, и нам, у нас нет необходимости больше сейчас, значит, смотреть на друг друга. Мы увидели, я надеюсь, гору, которой мы не испугались. И дальше давайте переписываться здесь, в скайпе, в чате, да, то есть как бы не то, что вот сейчас мы поговорили, и в следующий раз через месяц мы ещё раз какое-нибудь слово туда кинем. Давайте начнём знакомиться с друг другом. Олю и Анатолия я уже некоторое время знаю. А вот Олю Коновалову и Галину я почти не знаю. Давайте начнём, в общем, вот этот совместный процесс. То есть что-то мы прочитали, что-то у нас мысли пришли, мы в чате написали, да, или как? Да, начинаете думать об этом, задавать вопросы. Можете по пометке обязательно делайте на полях в виде примечаний в городе, да, и по ходу как бы общаемся. В большом тексте или вишну Пурана? Да, в каком угодно. Вообще просто делайте заметки на полях. Не будьте потребителями, будьте творческими, рассуждайте. От того, что это кто-то умный написал, это не значит, что он умный написал ещё. Ну, вишну Пурана – это книга, да, то есть, как бы, вот мы имеем в виду «Тысячу имен вишну», да, то есть это тот фордовский документ, который планируется, как бы, планируется когда-то издавать, да, но, как бы… Через несколько лет я издам «Тысячу имен вишну». Это будет не итог всей нашей работы, это будет промежуточный боковой продукт. Мы просто нашими усилиями доведём его до какой-то другой кондиции, чем он есть сейчас. Это будет, как бы, рабочая наша тетрадь. А что быть итогом, я не знаю. Так, шрифт теперь. А какой шрифт надо поставить? Какой-то вот есть юникодовский, да, шрифт? Анатолий, значит, выложим из шрифта, всё понятно. Проблемы понятны, технические. А скажите, пожалуйста… У меня в анагаре не отображается. Всё с тобой понятно, Оль, я уже всё понял, как бы, вот, всё понял. Да, Галин. Скажите, пожалуйста, Мартис Юрьевич, вот наша задача, ну, день четверг, четверг, в восемь часов вечера. Ну, получается, что восемь – это у нас должен быть как постоянный регулярный семинар. Совершенно верно. Но это когда он начнётся. А мы ещё не начинаем. Но мы уже начинаем готовить. Да, но вот этот «начинаем готовиться» – это же не должно остаться в абстракте. И сейчас, когда вы говорите о комментариях, вот, допустим, мы загружаем тот или иной формат, ну, конечно, взаимодействие со всеми, с Анатолием, да, что, допустим, какой-то… Мы должны сейчас конкретно выбрать, допустим, вот… Сейчас вы ничего не должны выбрать, потому что вы ещё ничего не знаете. Сейчас вы должны делать то, что вам было сказано. То есть открыть «Вишну Сахасранаму» и начинать читать. Просто читать, как попугай. Вы не можете сейчас ничего выбрать, потому что вы ещё ничего не знаете. Ну, мы не будем ничего знать, просто будет иллюзия знамя. Сейчас нужно делать то, что сказано. Читать «Вишну Сахасранаму» на 300 страниц. Хорошо. Это первый шаг. Сколько бы месяцев на это ни ушло, надо начинать делать. Так, всё понятно. Всё. До свидания. Доброй ночи. Я, собственно, вот предлагаю сегодня тогда и расходиться. Когда мы соберёмся в следующий раз? Я не знаю. Точно не в следующий раз. Будет ли это в октябре 2020 года или в ноябре 2021-го? Я не знаю. Это будет зависеть от того, насколько вы будете впадать в сон. Я надеюсь, ни в ком. Вот, значит, пожалуй, всё. Я не спешу с началом, потому что я понимаю, что если мы что-то неправильно выстроим, мы не закончим эту работу. Если нас будет недостаточно людей, мы не закончим эту работу. Невеликого ума дело начать разбор Вишну Сахасранама. А вот закончить – это неизбал. Поэтому я начну только тогда, когда пойму, что мы можем закончить. Я предлагаю на сегодня, значит, расстаться и собраться в течение ближайших несколько лет снова, чтобы уже начать непосредственно разбор «Тысяча имена Вишну». К этому времени я попрошу, чтобы Уша записала, значит, нам что-нибудь такое аудиовизуальное, чтобы облегчить ваши страдания. Соответственно, вы начнёте рецитировать некоторые санскритские водные стихи, чтобы настраивать себя на нужный лад. Чтобы те годы мучений и лишений, которые вам предстоят, чтобы их скрасить как-то. Ну вот и всё, что я хотел сказать. У вас будет обезболивающий. Наркот. Хорошо. Спасибо вам большое за власть и обвинять счастье в добавлении в группу. И очень рада была познакомиться. Да. Я надеюсь, что это будет длительная встреча. Мы узнаем поближе друг друга. До когда бы то ни было. До свидания. До свидания. Да, счастливо. Надеюсь, что в следующий четверг встретимся. Вряд ли, Анечка. Вряд ли.